Всем привет! Это подкаст «Забороны. Иди и слушай». Здесь мы будем публиковать наши документальные сериалы. И первый из них называется «Хадиджа». Автор подкаста – главный редактор «Забороны» Катерина Сергатского. А помогаю ей я, Петр Розавин. Это история расследования о девушке из Харькова, которая в 15-м году, как и тысячи других женщин, решила уехать в ИГИЛ вслед за мужем. Так называемый ИГИЛ признан террористической организацией в большинстве стран мира. Наибольшего влияния достиг в 2014-2016 годах, после того, как в июне 2014-го лидер Абубакр Аль-Багдаде провозгласил в иракском городе Масул халифат – теократическое государство с жесткими радикальными религиозными законами и нормами. Со всего мира воевать за идеи халифата или строить жизнь под его началом устремились десятки тысяч людей. Примерно пятая часть из них была выходцами с территорий бывшего Советского Союза. Летом 15-го ИГИЛ контролировал почти половину территории Ирака и большую часть Сирии. Там проживали до 10 миллионов человек. Невозможно подсчитать количество жертв исламского государства, но на его территории обычной практикой стали массовые казни и пытки – из-за религии, сексуальной ориентации и просто в качестве устрашения. Только за 15-й год демонстративно, под видеозапись, были подвергнуты экзекуции 5 тысяч человек. В 17-м, в результате международной военной кампании против террористов, ИГИЛ потерял 90% своей территории, в том числе иракский Масул и сирийскую столицу Раку. В 19-м в Сирии был убит Багдаде. Трудно сказать, сколько на данный момент находится в лагерях беженцев и тюрьмах Ирака и Сирии людей, которые ранее проживали на территории ИГИЛ. Это десятки, если не сотни тысяч человек. Что делать с собственными гражданами, которые уехали в Сирию и Ирак? В европейских странах единого мнения нет. Что вообще этим подкастом мы пытаемся сделать? Чего мы хотим достичь? Ты знаешь, мне кажется, мы пытаемся рассказать историю людей, которые поехали совершенно чужую страну воевать, либо просто жить с теми, кто воюет. И мы пытаемся это рассказать голосами этих же людей, да, дать возможность людям, в принципе, услышать, как эти голоса звучат, как они формулируют свои мысли, как они объясняют свою мотивацию, почему они туда поехали, почему они вели себя вот так. Почему ты вообще решила заниматься этой историей? Как она возникла? В октябре 2020 года я узнала о том, что группа женщин планирует дать пресс-конференцию в Киеве. Эти женщины — родственницы ИГИЛовских жен, которые находятся в данный момент в лагерях беженцев в Сирии, в Альхоле и в Родже, и в Ираке. Я об этом узнала, я сразу связалась с организаторкой этой пресс-конференции, и она меня познакомила с Татьяной Кобелевой. Татьяна Кобелева — это харьковчанка, которая уже 4 года ищет свою дочь и двоих внуков, которые в 2017 году пропали в Ираке. Ее дочь поехала в 2015 году вместе с мужем и сыном старшим в Сирию. Она жила под властью исламского государства. Я разговаривала с кем угодно, с кем угодно, понимаешь? С Россией, с Чечнёй. Я искала украинских, потому что мне нужно было в интернациональную группу войти, а у меня нет группы, я одна, и мне никто не давал, я уже в Красном Кресте, дайте мой номер, пожалуйста, пусть мне позвонят. Никто мне не давал информацию. И вот благодаря чёрте где, я ушла с работы на год, я здесь как дурочка, я та, которая не умеет пользоваться практически телефоном этим, понимаешь? Татьяна Кобелева. Она выделялась из всех остальных, она была очень эмоциональна, и она не могла сформулировать толком, что произошло. Мы не знали, где она находится, вот общаюсь, а она, мама, даже не пытайся узнать, что в окно. Нам запрещено, мама здесь тут всё прослушивает, всё прочитывает, мама здесь режет голову, мама пойми, куда я попала. Я решила это взять, тем более, что я была на битве за Масул, как журналист, я освещала это для Громадского в 2017 году. И мне показалось, что я могу хотя бы, ну, если не распутать это дело, то хотя бы, ну, приблизиться к пониманию, что произошло. Я говорила, мы за любой день его купим, только скажи им, пожалуйста, что мы хотим вас выкупить. Тогда Таня мне рассказала про то, что она ищет свою дочь, которая в 2017 году пропала со связи вместе с двумя маленькими детьми. И Таня не понимает и не знает, как её можно найти, жива она или нет, что с детьми, да. То есть она пыталась искать, но из-за того, что она… Ну, есть такие люди, которые не умеют обращаться с системой. Они могут ходить в полицию, там, в службу безопасности, в офис президента, обращаются, пишут. Но это всё упирается как будто в каменную стену, да. Все усилия, они просто оказываются тщетными. Я сама хожу и молитвы читаю, и молюсь. Господи, да помоги же ты, пожалуйста, дай им найтись, пожалуйста. То есть у меня крыша, наверное, точно скоро съедет. Да, кофе я поставила, воду я поставила. У меня в стиках кофе есть. Бегала за сахаром, бой сахара дома у меня был. Я, честно, я первый раз вижу людей, которые заинтересованы помочь. Если сказать коротко, то в 2015 году её дочь вместе с мужем и старшим сыном, она была беременна вторым ребёнком, просто поехала в аэропорт в Борисполь, села на самолёт и улетела в Турцию. Она сказала маме, что она едет в Турцию отдыхать, но потом позвонила из аэропорта, сказала, что её привезли в аэропорт, вокруг очень много мужчин, и она почему-то нервничала. И после этого связь оборвалась, и три месяца Кобелева не знала, что происходит вообще. Как её зовут? По просьбе Кобелевой я не могу говорить, как по-настоящему зовут её дочь, хотя знакомые знают это. Но её мусульманское имя, которое она приняла, это Хадиджа. Это довольно распространённое имя, поэтому мы её называем Хадиджей. Она работала тогда продавцом. К ней один раз подошёл студент, купил товар, второй раз пришёл, купил товар. Потом в центре её увидел, тоже её на подмену туда поставили. И вот он, всё, я тебя вот увидел уже раз в пять, значит, в разных местах, значит, всё, ты моя судьба. Вот, он начал за ней ухаживать, и они, не говоря мне об этом ни о чём, расписались. В Харькове? В Харькове. Я об этом ничего не знала. Вот, потом она его прописала на свою жилплощадь. И тут началась она, тоже об этом ничего не говорила, это более подробно начала узнавать, когда она пропала. Он над ней издевался, он её избивал, он ломал её характер. Она его боялась. Она это рассказывала только своим подругам. Не полиция, когда я пришла, говорила, что он шокером её пугает, что он прохода им не даёт и всё остальное. Пишите заявление, да, подумаешь. Я говорю, вы поймите, я напишу заявление. Но защиты нет. Он придёт и сделает с ней всё, что угодно. И она убежала. И я её увожу на край города, снимаем комнату и прячу её. Он её выловил. Он её выловил. И всё, я не буду тебя трогать, я не буду тебя обижать, я тебя люблю, давай вместе жить, прости, я не прав и всё остальное. На что наши девочки как? Верят. И они переезжают на жительство. Он ставит за ней слежку на телефоне, малейшая вправо-влево. Он запретил общаться со всеми подругами. Он запретил ей работать. Он запретил водить ребёнка в садик. Я с ней разговариваю, она говорит, мама, я хочу быть замужем. Я хочу быть замужем, я буду послушной. То есть он поломал её уже характер, поломал её волю. И она уже соглашалась быть послушной. Она стала жертвой. Вот сейчас я понимаю, что она на тот момент стала жертвой. То есть она приняла позитиву жертвы. Я буду послушной и всё будет хорошо. Когда она поехала в Турцию? Когда это было? Вернёмся к этому моменту. Я у неё тогда спрашивала, когда вы собираетесь ехать, когда билет? Она говорит, мама, приедет его отец. У них же денег нет, он студентом. Дочь моя не работала. Я говорю, как вы можете поехать? Говорит, приедет его отец. И мы вначале хотим поехать в Турцию отдохнуть на неделю, а потом к его родителям в Иорданию. И потом она говорит, мама, нас садят в автобус. Я говорю, какой автобус? Ну, сказали, что будет тур по Турции. И я ей вопросы, вопросы. А она говорит, мама, меня очень тошнит, мне плохо, мне дали таблетку. И я слышу, на фоне плачет мой внук, 4,5 года, и он плачет. И даже дочь моя немножко затихла в этот момент. И он плачет. Я слышу, я не хочу, я хочу домой. И после этого она пропала. Какая у нас цель у всего этого сериала? Я бы сказала, что мы записываем процесс того, как мы ищем семью Кобелевой, пытаемся найти ответы на вопросы, как Хадиджи пропала, что она там видела, кто видел ее, что с ней там происходило, где могут быть ее дети, живы ли они. Если живы, то в каких условиях они находятся. Мы пытаемся, если не докопаться до истины, то хотя бы попытаться разыскать этих людей. Это интересно, как люди друг с другом знакомятся в этой среде. Сначала я общалась с Кобелевой, и та сказала мне, что она когда-то общалась с женщиной, которая видела в Масуле Хадиджу. Мне рассказала про мою дочку, когда она ее видела. Я попросила дать контакт этой женщине, и это была Фатима. И тогда мы с ней разговаривали, и она сказала очень много подробностей о том, при каких обстоятельствах она видела Хадиджу, и это мне очень помогло в поисках. Фатима уехала в 2015 году в Сирию, потом в Ирак. Вместе с мужем жила под властью Исламского государства. Ее муж был боевиком. И она умудрилась выжить в битве за Масул. Потом попала в багдадскую тюрьму. Просидела там два года. И благодаря своему немецкому гражданству она смогла попасть домой. Вот ее вытащили, и сейчас она находится у себя дома в Германии. Я родилась в Чечне 29 октября 1987 года рождения. Ого, то есть мы с вами одногодки. А, да. А в Чечне, ну, где конкретно, или если это… Нет, пусть в Чечне. Я коренная чеченка, да, рожденная чеченка. То есть вы, получается, застали ребенком первую войну, и вторую уже вы были подростком, правильно? Я войну первую вообще не помню, но вторую войну, где мы жили в село, вот, не только от Грозного, мы просто слышали, как там бомбили все рядом, вот, Русмартан, как бомбили. А так сама вот войну пережить я не пережила, можно сказать, потому что моя мать и мы все дети уехали туда, где моя бабушка жила, а там вообще не бомбили. Но могу сказать, что я не пережила эту войну, да, не помню особо. Вам было тяжело вообще переезжать в Австрию? И почему вообще, в принципе, семья решила переехать? Нет, просто все в то время, многие же уехали из Чечни, как бы, по-разному. Кто-то во Францию, кто-то в Бельгии, кто-то в Атах. Ну, вот так в Австрию переехали. Я подробно все не помню, мы, может, с родителями переехали, как бы, все, куда мои родители, туда и мы. Важным условием ее интервью было то, что мы обязаны изменить ей голос. Это не частая процедура, но ее приходится применять, когда человеку может грозить опасность, либо это как-то связано с условиями, в которых человек живет. В Фатиме нельзя, во-первых, общаться с людьми, которые состояли в исламском государстве, и, во-вторых, ей нежелательно появляться в прессе под своим именем и со своим голосом, потому что ее могут узнать. Она не хочет, чтобы люди вокруг узнали, что она была в исламском государстве и что ее муж был боевиком. Переживает, что ее из-за этого будут гнобить. Ну и она хочет устроиться на работу. Если кто-то узнает, где она была и что она делала, то она не сможет такую работу получить. Я другую жизнь как бы не видела, и я была довольна с этим. Ну как бы не быть довольна. Счастливая семья, дети, все нормально. Нормальный муж не бьет. Как бы это все, это семейный муж, работает каждый день, работает вечером, проходит, устает там, посидит он себе вечером. Ну как бы фильм смотрим, как обычно. И вот день, вечером только могли, можно сказать, хоть я не работала, но я как бы тоже с утра на ногах. Там тот сузя, тот суда. А с кем вы там общались? У вас были, ну, круг общения, да? Это чеченцы тоже переехали? Я до сих пор с ней общаюсь. Одна ингушка вот с ней и одна чеченка вот с ними. Я общалась. Две подружки у меня нормальные. А так особо общения не было ни с кем. Ну, с соседями нормальное отношение такого. У меня очень-очень хорошие соседи были. Тоже русские немцы. Вы помните момент, когда ваш муж сказал, что он хочет ехать в Сирию? Я даже не поняла, когда он это. Сначала же говорили же, я помню, халифат там объявили, а я даже не знала это слово, что такое. Я когда у него расспрашивала, что это, как это, он мне объяснил, там, это исламское государство, там будет все, там, по закону ислама, там, вот так и так. И, ну, Сирия, да, ну, мы когда слышим Сирию, вот как сейчас, когда мы слышим Африку, да, мы представляем эту страну, как мы видели это в телевизоре, да, там, бедность, да, вот я особо о этой стране я ничего не знала. Я просто думала, представляла, что бедность у меня будет, да, там, как бы, ну, не та бедность, что не та жизнь будет, которой я привыкла здесь, в Германии, там, посудомойка, или там, все на готовую, да, там, технологии это. Он мне вот так объяснял, ну, думал, за мужем, да, куда муж, туда я, как бы, и согласилась на это. Ну, я спрашивала, если там школа, если там садик, и мне говорили, да. Я даже про технику спрашивала, есть ли там такая техника, да, там, это все. Говорили, да, здесь все потихоньку налаживается. И я думала, окей. Как я была соблюдать, молилась, спасилась, как бы, ну, особо в этом не понимала, ничего ей не интересовалась. Ну, так и есть, да, Он, если даже не Сирия, наверное, другая страна, если бы он был, я бы переехала бы с ним. Я из-за того, что с мужем быть, да, как бы семью вместе быть переехала. Потом, конечно, живя там, я это когда видела, это все, я поняла, конечно, там, что это между собой у них оказывается. Разные группы, на разные течения они разделены, это все. Я когда увидела, это поняла, да, там, суниты, шииты, там, лави, не знаю, что, сколько их течения. И вот каждый обвиняет, так, эти говорят, эти притесняют нас, те говорят, те притесняют. Так, и муж тоже, помню, говорил мусульман, там, нас притесняли. Видео, на самом деле, были видео, я сама видела, да, посмотрите, о, мусульман, и нас как притесняют, помогите. Как бы, мой муж думал, я должен помогать, да, им, ну, я как бы вообще, даже не задумалась, человек даже садится и думает, да, что, как, не задумалась, были какие-то вот вопросы, ему задаю, он мне отвечает, и все, ладно, хорошо. Главное у меня, знаете, в то время, в моей семье все нормально, я дальше ничего не видела, потому что не интересовалась никогда. У него профессия, он выучился, ну, не знаю, как на немецком, это будет индустрия механика, но на русском я не знаю, он мог аппарат, например, скажем, дверь, холодильники делать, да, чертежи, не он делал, он их металл вырезал, ставил, как в аппарат, как правильно вот это все, и ему говорили, что здесь нужны образованные люди, это я точно помню, проговорит, там нужда, там очень это что, вот, и он говорил, ну, как бы думал тоже, работать будем, и он говорит, Фатима, ты же умеешь петь же, ты можешь там без профессии и свое дело открыть, да, как бы, и так этому можно там, потому что в таких странах не обязательно, иметь аттестат, что-то, да, что у тебя есть образование, если хорошо умеешь, то дело идет, но я вот так представляла, мы будем жить, я открою свое дело, он будет вот так, ну, конечно, мои представления, конечно, другие были, я не знаю, что у него, как было в голове, я этого не знаю, но, по крайней мере, то, что он мне рассказывал, было, что ему сказали, нужны образованные люди, он мне говорил, что он там будет работать, это у меня есть образование, и говорили, врачи нужны, тоже нехватка врачей там. А как вы с ним познакомились еще раз? Наш односерчанин нас познакомил, он жил здесь, и у него были наши фотографии, муж увидел нас фотографиями, и хотел познакомиться, вот так мы познакомились. Вначале была против, не хотела, но потом, со временем, когда мы уже с ним общались, ну, я чувствовала, что он искренне, не обманывает, как бы до этого встречались, мужчины ко мне, что меня обманывали, да, и поэтому я как бы, что искренне, он всегда правду говорил, всегда правду говорил, когда не врал. Плохо, горькая правда, но всегда правду. Когда он сказал, что нужно ехать, вот сколько времени примерно прошло между тем, как он это озвучил? Максимум полгода, наверное. Ага, а как вы к этому готовились? Если честно, не верила, думала, может, передумка, как бы это я всерьез не восприняла, это уже в конце, я уже восприняла всерьез, у меня были еще ехать, не ехать, ехать, не ехать, потом все равно я решилась. Опять же, я говорю, у него была вторая жена. Вот это поворот, вторая жена. А как она у него появилась? Ну, познакомился через интернет, как бы опять не знаю, как подробности все, она из Казахстана, как бы я ревность, да, моя ревность, я и так и говорила, да, и так я его, типа, делю с другой женой, да, еще потом он уедет, я его, получается, полностью ей отдам, что ли, да, как бы, и не хотела расстаться с ним. В то время я думала, я сама ужасна, что это все, у меня вся жизнь, это, но сейчас, если, конечно, сравнить, это ерунда, после, когда я уже детей потеряла, да, хоть сто на сто женщин женится, мне уже, как бы, безразлично было. как бы, знаете, как такое состояние, и ненавидела его, и любила его, и не могла, и с ним не могла, и без него не могла, вот это моя проблема была. Да, ну это кошмар, конечно, то есть он с ней познакомился по интернету, но... Я не знаю, через интернет, или через кого-то, вот как это все было, не знаю, я подробно не знаю, но по телефону получается, или через группу, или через чего, все не знаю я, как, но факт, что через интернет, да. И потом они встретились уже? Нет, он поехал туда, в Казахстан, женился на ней, и приехали, она здесь родила девочку, потом уже, получается, он в 2013 году женился на ней, в 2014 родила девочка в сентябре, а потом в 2015 мы уехали. Ага, и вы все вместе жили? Нет, нет, что, я бы ни за что на это не согласилась, ну как бы это и нельзя, да, если я против, вот она жила там у свекрови, я жила там, ну мы квартиру здесь, все арендуем квартиру, да, очень редко у кого-то собственность, да, бывает. Как у нас была вот жизнь, он работал, оплачивал квартиру, все так и осталось. А вы с ней не общались? Не общались. Я видела ее, да, когда уже как бы видела их, мне интересно было, как все. но она действительно очень хорошим человеком оказалась, очень-очень. А сейчас говорю, если бы я его когда-нибудь в жизни увидела бы его, если бы, я единственное, что ему сказала бы, что я благодарна, что он именно женился на этой женщине, потому что она для меня оказалась очень-очень поддержкой. Я сначала ее очень ненавидела, я думала, она только, да, но я понимала, если бы не она, то была бы и другая, да, но слава Богу, что именно этот человек, он очень хороший человек, и она там, когда я уже осталась без мужа, там одна, она для меня очень поддержка была, да, как бы, я сама женщина, ну, как бы слабая, да, это все, она поддержала меня, сильная, как бы, женщина, я ее очень полюбила. Ага, то есть вы, получается, поехали туда? Все вместе, да. Сложно себе представить, если честно, как это вообще могло быть вместе со второй женой, еще и ненавидя ее, еще и с детьми? А, как бы вообще не понимали, думаю, если бы там война, вот это все, как говорили, бомбят, думаю, даже если он сам хотел бы поехать, я думаю, он не взял бы тогда в семье он у нас, да, но рассказывали, что все, я лично своими глазами мне он показывал видео, что как там семьи, посмотри, Фатима, не так уж плохо, он мне говорил, как там, это, ты представляешь, в парках выходит семьи, гуляют, возле речки сидят, вот это все, я как бы представила, ну, как бы другое, вообще про бомб, про эти, про эти, вообще речь не шла, он не нормальный, только несоображающий человек повезется, или те, где война, где бомба, все это, он, я говорю, опять же, даже если бы он сам хотел бы туда, ну, как бы воевать, или цель, все это, он бы не взял бы нас туда, если бы он знал бы, что там война, или там что-то бомбят, да, мы когда туда поехали, первый год не бомбили, это начало 2016 года, потихоньку, покупать его рампу. Да, я поняла, про кого вы говорите, она с Харькова, по-моему, да, я ее знала, да, в Моссале мы с ней виделись, в последний раз мы с ней виделись в больнице, Хадижа, по-моему, ее зовут, да. Кто наши остальные героини? Две другие девушки находятся в багдадской тюрьме, это две украинки, одна Рушена Тахержанова, это крымская татарка, которая в 2014 году на заре исламского государства, она уехала в Сирию за своим виртуальным мужем, чеченцем, она с ним познакомилась в интернете, и там же виртуально вышла за него замуж, и он сказал ей приехать к нему в Сирию. Рушена сейчас находится в тюрьме, в Багдаде. В многоместных камерах женщины содержатся вместе с детьми. Я Симферополя, короче, у меня была жизнь вести в Алаях, я занималась, не спортом занималась, а я закончила курсы парикмахера, слезь там, но как бы не работала. Просто как для развлечения чем-то занималась. Хотела поступить на курсы английского языка, у меня не получилось, потому что у меня кое-какие планы изменились. Я хотела... Влюбилась. Можете описать, как вы познакомились с твоим будущим мужем? Как это было? Да. Я со своим мужем как познакомилась в интернете. Вы сидели где-то, не знаю, ВКонтакте или что ли? А, да, ВКонтакте. Он мне написал. Мы с ним сначала просто переписывались. А я вот, ну я без хиджаба ходила. Ну он мне начал призывать к исламу. А вы же знаете, как... Финские татары, ну этнический у нас ислам. Там хиджаб такой мы не одевали. Просто верили в Аллаха и всё. Потом он начал призывать, говорил, как должна ходить мусульманка. Конечно же, я в голову не брала это, но он всё-таки не переставал. Чуть ли не каждый день писал мне. Ну говорил, говорил, говорил. Ну вот, договорил, что я теперь здесь. Я его послушала. А что он говорил? Ну типа, ты должна там, не знаю, ходить в мечеть. Да, он говорил, что надо ходить в мечеть, одеваться скромно, так как я вообще скромно не одеваюсь. Ну по его вот понятиям он говорил, что это вообще я. Одеваюсь, ну вообще вызывающе. Что настоящая мусульманка не должна так одеваться. Что она должна прикрывать своё тело. Ну короче, намаз читать, такие вещи. А вы, ну как бы, вы понимали, что он имеет в виду вообще? Ну то есть, он как бы с вами познакомился. Ну вы ведёте себя так, как вы привыкли. А тут он начинает как бы совершенно другие какие-то вещи говорить. Не вызывало это какого-то, ну не знаю, оторжения? Конечно, вы просто не поверите. Когда вот я с ним общалась, я попросила фотку, ещё я удивилась, я вообще не любила там бородатых таких, да. Он мне ещё скинул фотографию, и я ещё так посмотрела, ой, из-за него, да я никогда не выйду. Он вообще, у него понятия какие, тем более чеченец, а у меня вообще понятия, я люблю красиво одеться, пойти в ресторан, там покушать, в кафе там, погулять с друзьями, куда-нибудь поехать отдохнуть, там в разные города. Мы так, любила весело проводить время, спортом там заниматься. И тут он такие вещи говорит. Конечно, мне это очень в такую ситуацию он меня поставил, неловко, шокировало, да. Есть такое, что меня шокировало. А как он сказал, что он чеченец? Он сразу такое написал, что он в Кечне живёт или где он живёт? Да, он мне сказал, что сначала в Чечне, а потом он признался, что он оказывается в Сирии. Я вообще, можно сказать, не брала это вообще себе в голову. Хоть я вот крымская татарка, у меня вообще в этом понятии не было, что надо ехать в Сирию, туда-сюда. У меня была ассоциация с Сирией, да, там война, туда-сюда, но как бы я не знала. Я только о Сирии знала город Алеппо, то, что там архитектуры много исторического разного всего. Вот. Вот это рассказывала или по телевизору? Просто по телевизору раньше когда-то я видела. Я никогда такими вещами не интересовалась, что связано с Ираком или Сирией. Мне вообще-то не интересовало. Я любила красиво одеться, хорошо покушать, куда-нибудь пойти, в клуб или что-нибудь такое. Так я любила жить. Так отчего вы согласились за него замуж выйти? Вот я сама до сих пор верить, я не понимаю. Я вообще не понимаю, как это со мной случилось. Ну, судьба такая. Просто он, знаете, так со мной мягко разговаривал. Мне понравилось, что он как разговаривает со мной. Он красиво разговаривал туда-сюда. Потом он мне начал чуть-чуть переубеждать, что так-так надо, так-так. Я задумалась, да, я все-таки неправильно хожу. Я же как бы называемая мусульманка, надо, значит, покрыться. Но я не покрылась все равно. Только я одела хиджаб. Все это я одела в аэропорту в Борисполе. А он скидывал из Сирии какие-то фотографии, видео? Нет, не скидывал. Нет. Он мне это ничего, что с военным связано, он мне ни разу не скидывал. Только единственное, он один из фотографий скинул, где-то он там сидит на диване. Я что-то подумала, какое-то странное место. Но там, как обычно, дом, просто в такой восточной стиле. Я думаю, а в Чечне может быть такое. Как бы я не зацикливалась на этой фотке. Ну ладно, а когда он сказал, что окей, приезжай ко мне, то что вы сделали? Я, конечно, не согласилась. Вот он сказал, когда он уже признался, что он в Сирии. Тогда это меня шокировало. Я сказала, почему ты меня обманул? Он сказал, так надо. Я сказала, хорошо. Так я сказала, что ты от меня тогда хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы ты была моей женой и чтобы ты стала мусульманкой. Потом я сказала, почему ты думаешь, что я соглашусь и что я приеду к тебе? Он говорит, не знаю, мне так чувствуется. Я ещё засмеялась, а я это очень хорошо помню. Теперь же конкретно мне смешно. Не, ну вы же согласились как бы? Да. Ну то есть. Ну я сразу не согласилась. Это был долгий процесс, я вам скажу. Вот. Он меня переубеждал, переубеждал. Я всё равно. Потом ей его, знаете, понравился нрав, его поведение мне понравилось. Он так красиво объяснял, он говорил, ты должна задуматься. Посмотри на себя, как ты ходишь. Неужели тебе не стыдно так ходить? Я говорю, как? Ну как ты ходишь, вызывающе? Тебе разве нравится, чтобы другие мужчины на тебя смотрели, на твои части тела, скажем так? Тогда я задумалась, думаю, он прав. Потом, когда что-то начал, мы с ним по телефону разговаривали, что-то мне ёкнуло в сердце, я не знаю, что мне ёкнуло, но я влюбилась. Я вообще в шоке сама себя. Это какой-то гипноз по телефону. Да, я вообще, честно, я вообще не понимаю, что со мной случилось. Вот, Катя, верите или мне нет? Я вообще до сих пор не понимаю, как это всё произошло? А у вас с ним была какая-то противная брака? А, да, дистанционно мы провели брак уже по телефону. Ну, пишите, что это будет. Я, например, никогда не могла помнить. я тоже это первый раз в моей жизни произошло. Так как мне было 18 лет, я первый раз замужем была. Ну, там несколько свидетелей бывают. Мне надо было просто сказать, я такая-то, такая, согласна выйти вот за Мансура и всё, короче. Мне надо было сказать своё согласие. И что я хочу на махар, брачный дар. я от него честно не хотела ничего просить, потому что я не такая, чтобы что-то кого-то просить, но просто я сказала, я ничего не хочу. Он сказал, ладно, тогда золотая цепочка. Ну, ладно, давай, золотая цепочка, короче. И всё. Я его уже жена была, когда я приехала. Он рассказывал вам, как он получил ранение? И вообще с какого он года был? Да, он с 2013 или 2012 точно я не не уточнала, он там был. Но он не рассказывал вам с кем был? Кто делал? Он такие, мне вот эти подробности, он мне много чего не рассказывал, потому что у них тайны были разные. Ну, наверное, все они были с Умар-Шишаней вместе. Потому что он чеченец, и Умар-Шишаней тоже чеченец, они все там вместе, наверное, были. Умар-Шишаней выходец из Грузии Тархан Батирашвили, один из лидеров боевиков, так называемый военный министр ИГИЛ. Погиб в 2016 году в Ираке. Даже он, когда встречался с братьями, с этими муджаедами, он не рассказывал ничего. И оружие дома он не хранил. То есть дома у нас не было. И я очень боялась такие вещи. А что у него было за ранение? У него рука эта раненая была. Но он не мог двигать? У него там дырка была, но она потом закрылась, но уже рука плохо работала у него. Ещё одна героиня это украинка, которая попросила не называть её настоящего имени, поэтому мы будем называть её Аня. Ей 37 лет, родилась в Украине, в одном из довольно больших городов. У неё была долгая предыстория того, как она пришла в ислам, но она пришла в ислам где-то, когда ей было около 25 лет. и она вышла замуж за дагестанца, и тот ей предложил поехать в исламское государство. Точнее, это было так, он сказал, что он едет туда, потому что ему там нашли какую-то работу, и она решила ехать вслед за ним. И она поехала туда аж в 2016 году, когда уже готовилась спецоперация против ИГИЛа в Ираке, и в Сирии тоже была ситуация уже напряжённая. Но тем не менее, она про этого ничего не знала, по крайней мере, она так говорит, и вот она пережила всю эту войну и тоже оказалась в багдадской тюрьме. И Рушене и Аня дали пожизненный срок за то, что они состояли в исламском государстве. Чтобы поговорить с нами, Аня приходит в камеру к Рушене. Алло! Разговаривай. Алло! Алло! Здравствуйте! Как вы слышите? Сейчас, подождите. Наушники наденем. Сейчас. Здравствуйте, Катя. Что у вас там вокруг происходит? Да ничего, суета, как обычно. В гости пришла к Рушане, сюда вырвалась, ели, как пустили меня. А как вам удается получить разрешение? Можно специально что-то писать? Нет, нет, тут просто есть, которые рабочие здесь работают. Она мне хорошо знает, как бы доверяет мне, она мне пускает в гости. А это там через коридоры длинные пробирались. Ну, тут у нас 15 камер, нас не так много, поэтому раньше я была в третьей камере, она в восьмой камере, и мы могли вот так вот перекрикиваться, да, если что-то надо сказать или передать. А сейчас уже она, получается, я во второй, нас сейчас перекинули, у нас проверка была большая, нас перекидывали, поменяли камеры и перекинули. Меня во вторую и в двенадцатую. Поэтому тяжело бывает так. Как происходило техническое общение с Рушеной и Аней? С этими девушками было довольно сложно общаться, поскольку они находятся в тюрьме, в тюрьме запрещены телефоны. Тем не менее, в тюрьме продают телефоны, с интернетом. И, по их словам, ну, вот один такой телефон может стоить где-то полторы тысячи долларов. У Ани таких денег никогда не было и нет, поэтому она очень редко может выходить на связь и просто ну, одалживают телефон на какое-то время, обычно это один час. И у Рушены есть то ли свой телефон, то ли он куплен там с кем-то на пару, она практически всегда на связи, но, тем не менее, им обеим приходилось прятать телефоны, во время проверок. В Багдадской тюрьме постоянно проходят проверки, приходят сотрудники, переворачиваются вверх дном, ищут телефоны, если находятся телефоны, то обязательно следует какое-то наказание, либо они их отчитывают, говорят, что вас отсюда никогда не выпустят из-за того, что вы пользуетесь телефонами. Отбирают телефоны, потом снова продают те же самые телефоны за те же деньги. Ну, это, я так понимаю, что такой способ заработка. Вот, с Рушеной и Саней мы, как правило, общались через аудиосообщения в WhatsApp, либо в Telegram, но нам удалось также и записать несколько разговоров онлайн, когда они получили доступ к телефону довольно длительный. Разговоры со всеми этими девушками заняли у меня, ну, наверное, в общей сложности часов 10, мне кажется. это если вот говорить очень так вот чисто по аудиозаписям. А вообще это все растянулось на полгода. Да, да. Я вас просто плохо слышу здесь за шумой, извините. Да, я понимаю. А там отойти никуда не надо? Нет, тут везде одинаково. А если закрыться как-нибудь типа одеялом или чем-то и ближе в микрофон, ближе к картине? Ага. Сейчас вы меня нормально слышите? Я не слышу вообще ничего. Вообще в этом эпизоде и в следующих эпизодах героини много чего рассказывают и про то, почему они уезжали, как устроена их жизнь там, была в Масуле, как они выходили, как они выживали, как они оказались в тюрьме. Но как ты считаешь, насколько мы им можем вообще верить? Насколько они говорят с тобой откровенно? Ну, когда дело заходит об исламском государстве, то доверять, конечно, никому нельзя. Потому что очень часто люди, которые там состояли, они умалчивают самые разные детали. Кто-то может умалчивать свои преступления, не договаривать, например, о том, знал ли, куда ехал. Потому что девушки в основном говорят, что они не знали, что в Сирии война, не знали, что там такая ситуация. Я думаю, что все-таки знали, но это стыдно признать. Ну и, конечно, самое важное, что этим людям не хочется, чтобы на них навешивали ярлыки и говорили, что они преступники, поскольку они просто были женами боевиков. Они часто, например, говорят о том, что их мужья не были военными, что они там кому-то помогали, что-то еще делали, там, по дому, например. И вот тут я немножко не доверяю. Проверить это невозможно. Проверить это, к сожалению, невозможно, да. Поэтому тут мы полагаемся вот просто на то, что говорят люди, но вот с такой оговоркой, что, скорее всего, все было немножко пожестче. Весь подкаст выпускается при поддержке медиасети и читателей Забороны. Авторы подкаста главный редактор Забороны Екатерина Сергатского, исполнительный продюсер Забороны Роман Степанович, журналист Петр Рузавин, композитор и звукорежиссер Алексей Зеленский. Следующий эпизод будет посвящен тому, как женщины добирались и обживались на территории Исламского государства. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин